здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня у меня необычное для меня видео снимаю я такие видео очень редко вот хочу с вами поговорить возможно пожаловаться возможно выговориться меня разрывает и у меня как бы острая потребность кому-то это рассказать и с кем-то это эту ситуацию обсудить чем ситуацию которая случилась со мной вот которую мне пришлось решать вот и возможно я кого-то этим от чего-то спасу от подобной ситуации и чем-то помогу то есть дам хоть какую-то информацию что может случить случиться в наше время вот я вам говорю у меня обычно мне вязание помогает вот когда я почему с вязанием потому что вот когда я судорожно вижу мне нужно страсть снять ими мне вязание помогает а вот сейчас мне нужно не хватает вязание я вчера вечер поплакал вязала и не хватило вот поэтому решила выговориться я же говорю чтобы возможно чтобы просто выговориться возможно кого-то предостеречь возможно не знаю случилось у меня девчонки вот такая вот неприятная ситуация вернее как вам сказать и она не случилось единственное их было больше но те которые были другие они были мельче как бы незначительно но все равно неприятно очень возможно если я не затяну свой рассказ я расскажу и об тех об тех видите о тех других ситуациях но там во всяком случае я хотя бы мне ума хватило не попасть на деньги да там там я вовремя понимала что это развод вот об этой ситуации я не поняла вовремя давайте по порядку значит был у меня фотоаппарат уже как бы не новый вот я им уже года два не пользовался с тех пор как там камера фотоаппарат в общем я на него снимала раньше видео а с тех пор как этот телефон мне дочь подарила я уже снимаю на телефон мне удобно вот и фотоаппарат лежал он хороший не новый хороший полностью все функционирует как и функционировала то есть без никаких 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 этих нюансов вот решила дала я объявление есть здесь чехи такой сайт типа базара что я его продаю да короче дала объявление скажем девятнадцатого полного сентября вот 20 мне сразу же пришел ответ на этот фотоаппарат парень из швеции в общем переписка была довольно таки нормальная как бы естественная нормальная он спросил рабочие ли то есть еще не продали говорю не продала рабочие рабочие пришлите мне пару фотографий с него прислала фотографии спросил скидку можно скидку говорю можно 500 крон очень за 5 500 я его продавала это в кронах 500 крон как бы ему скинула он говорит узнайте сколько на почте стоит отсылка в швеции я узнала там у нас есть такой сайт интересный калькулятор вот я узнала ему написала он говорит пришлите мне и бен свой либо paypal я написала и и бен и пп или paypal как правильно сказать но в разных странах она произносится по-разному вот написала ему на следующий день мне приходит письмо якобы из банка что там 600 крон была доставка я вот то что я узнала приходит письмо из якобы и шведского банка и такое себе солидное письмо девчонки в общем что сумма в пять тысяч шестьсот чешских крон была блокирована на нашим банком со счета как бы снята со счета такого-то и блокирована нашим банком пока вы не подтвердите отсылку товара тогда вам придут эти денежки я такая а знаете в чем была загвоздка моя в том что это швеция и на английском языке было письмо а я смотрю как бы на свой интернет banking смотрю нету денег второй день смотрю нету денег потом письмо на английском языке я английский понимаю могу только до понять человека но не знаю тем более письмо из банка тут я беру думаю посмотрю что там пишет банк раскрываю это письмо перевожу и вот вот сам текст я просто сразу не поняла что именно нужно послать этот телефон и подтвердить это банку что я отослала и в этот же день он мне написал что надо нет подождите вот я пару дней протормозила потом пришло письмо еще одно из банков вот девчонки то есть первое письмо я не перевела я все жду насчет деньги что мне придут деньги еще сама удивляюсь как так так быстро так беспроблемно и в другую страну и люди не боятся вообще если честно сказать а сколько живу в чехии я не боюсь до последнего времени а последнее время творится что-то невообразимое и это не только в чехии это по всей европе я думаю по всему миру это это не только здесь вот пришло второе письмо из банка и я вижу там фигурирует суммы 5600 потом 4000 еще и 400 крон и конечная сумма 10000 крон я думаю не поняла в общем перевожу я это письмо и на в письме написано что так как деньги были сняты ра-та-та-та из какого-то спецсчета у этого как бы покупателя который покупать мой телефон то с него списано еще 4600 в общей сумме у него списано 10000 и в общем сразу я тоже не поняла и вам нужно предоставить вернее может я не дочитала может был такой перевод знаете google переводчика как как он функционирует но в общем сразу я тоже смысла не поняла я поняла так что мне нужно послать этот фотоаппарат и предоставить квитанции этому банку я иду на почту ничего не подозревая и посылаю этот фотоаппарат на адрес адрес указан этого покупателя значит посылаю фотоаппарат и посылали квитанцию банк и жду денег да я все еще ничего не подозреваю я жду денег которые придут на мой счет какой то там письмо пришло проверка а проверка будет как бы длится 23 дня я спокойно 23 дня жду своих денег на счет тут через два-три дня пишет мне этот покупатель и говорит и пишет вам надо срочно предоставить квитанцию в банк говорю какую квитанцию в банк я говорю предоставила квитанцию по ссылке товара в банк вот и он мне пишет квитанцию что вы купили биткоины за 4000 крон я такая что какие биткоины но вы должны купить биткоины на 4000 крон и тогда вам вся сумма придет то есть я про то опять же торможу думать да а говорю я им посылаю такой как бы вопрос какие биткоины он говорит он подождите а он не такой развернутый ответ написал что вы на 4000 вот как сумма с моего счета счета списано 10000 5600 телефон 4400 еще чего-то там вам нужно купить биткоины чтобы перекрыть вот эту сумму которую писали с его счет ну вот по факту это как бы вообще бессмысливо какая-то и видите у меня язык заплетается я нервничаю потому что у меня вовремя как бы сработала все-таки интуиция остановилась вот в этот момент я как бы а он мне посылает знаете что он мне посылает ссылку на каком сайте я эти биткоины должна могу купить вот и и пишет вот надеюсь теперь вам все понятно я открываю перехожу по ссылке думаю ничего не понятно я благо что я живу в центре я такая одеваюсь и иду в банк и банк мы находятся ну практически в соседнем доме просто площадь перейти и я уже в банке в том на который эти деньги должны были прийти которые ибо я им посылала в общем иду в банк парень молодой сидит говорю я не знаю что я вам что я от вас хочу говорю я вам вкратце расскажу ситуацию а вы не скажете вот что мне делать я ему буквально в двух словах и он вы знаете я ему рассказываю машет головой то есть это не я одна такая туда приперлась понимаете с таким вопросом он говорит это обман однозначно говорит то есть никаких биткоинов не покупать он нет ни в коем случае и я вам советую обратиться в полицию все то есть у меня буквально он даже не дослушал меня и сказал в полицию ну и что вы думаете это уже было после обеда вот это все мероприятие думаю завтра с утречка я пойду в полицию значит ой господи я уже что-то тут навязала не то не так извините девчонки видите нервничаю уже не то совсем вижу кстати вижу очень классную вещь и кстати в пляже у меня вот это сирк силки роял как она мне нравится это вам не описать вижу вот кучина или жилет вот но будет он ввв для подписчика вот эта новинка которая у меня будет водится в общем ладно не об этом сегодня сейчас в общем легла я спать поплакала вечером думает да что ж такое ну чё ж мне так не везет у меня ситуации там нужны деньги там нужны деньги я их пытаюсь отовсюду по чуть-чуть вытянуть вот поэтому в принципе то я решил продавать этот телефон ну в общем там в общем там не могу быть ну в общем там как бы они то вроде бы есть деньги там зависли там зависли ну ну и нету поэтому ничего вот но это я говорю не к тому чтобы что я прошу вас просто говорю какие ситуации короче утречком я встаю обещал что там не какое-то еще письмо пришло из банка пишут при письмо пришло от него еще из банка я уже вы знаете у меня уже сил не нервов не вообще нервных клеток ничего не осталось я даже не раскрывая видела что на телефоне что тын-диндом вечером приходят письма я даже не раскрывала не читала не переводила я просто не могла уже физически как бы это психически переносить и я вы знаете вечером вот так вот сопоставляю в голове уже эти письма не читаю и тут я осознаю что эти письма века века черты не затормозила раньше пока ты этот телефон не послал ничего там меня как-то меня не осенило в общем письма-то оказывается от него и из банка приходят вечером всегда либо утром то есть когда человек дома они на работе да я про проследила это все и действительно думаю может разница во времени может я дура не помню где швеция находится но я изначально думал что он где-то ну как бы швеция на европа девчонки близко я действительно как дура подтвердить думаю что я не совсем дура понимаете я-то рассчитывая на то что ну человек рядом в европе домом спец и находится непонятно где мы все забыла может уже меня деменция или склероз знаете открываю карту и смотрю где находится швейцы но она же рядом швеция думаю значит так окей ладно ты работаешь да вот этот покупатель ты пишешь утром-вечером да когда ты либо не спишь либо ты не на работе ну хорошо почему банк не пишет в 11 вечера или в 10 вечера вот этого и тут я понимаю что действительно этот парень в банке прав но я уже понимала что он прав и тут я просто понимаю что я лоханулась что это было надо заметить раньше вот ну и что поплакала я конечно вечером утром стало уже уже вы знаете мне стало чуть легче я думаю что ну как бы на какие деньги ты попала ты только попала на фотоаппарат которые отослала и на те деньги которые за пересылку заплатила фотоаппарат у меня уже лежал два года я им не пользовалась ну и могло этих денег у меня таки не быть и фотоаппарат мог бы лежать в общем еду я в полицию приезжаю утречком это вчера было приезжаю в тяж говорю вчера это все еще было это вся полиция но я еще не успокоилась и мне как бы вот надо выговориться дашки не могу маме не могу они у меня вот одинаковые дочка и мама они страшно близко все переживают как бы вот и они такие интересные что мне проще им не сказать чем им сказать потому что мне потом приходится их успокаивать понимаете вот ну конечно же даже послушать это видео посмеется кстати даже мне всегда говорит молодых в каком мире ты живешь ты все живешь непонятно где у тебя все друзья все друг друга помогают наверное мне хочется таком мире жить мама проснись она прям прямо гамам ты дура говорит проснись очнись ты пойми что этот мир не так не такой добрый и на не такой дружелюбный но это она как бы может и грубо но к тому чтобы мама была осторожнее она права она действительно права вот были много было ситуации вот пользование своей добротой в общем опять отступление в общем еду я в полицию приезжаю здесь на рецепшену там где как проходная дав полицию он говорит что у вас я ему опять же вкратце рассказывал он сидит на меня этот который на рецепшене улыбается и кивает головой а в итоге он мне говорит ну и что ты купила биткоины я говорю нет молодец отделалась меньшим злом потому что а я уже смеюсь знаете я с утра уже я поплакала вчера сегодня я уже с этой ситуации ну как бы я ее приняла что я этих денег как бы не увижу вот ну в общем он говорит ты смеешься говорит а вот перед тобой мужик ушел говорит он не смеялся но там наверно мужик попал на большие деньги он говорит что вот пенсионеры сильно попадают что они идут прям в этот оказывается есть такие банкоматы в которых покупаешь эти биткоины вот я прям пойду на него посмотрю что это за банкомат которым покупаются эти биткоины что он вот там в этом торговом центре стоит говорю нет у меня была история не с банкоматом а сын ведь автомат на биткоин а с говоришь сайтом я говорю ничего пока не купила он записал меня говорит сейчас позвонил говорит тут женщина пришла украинка ну говорит на чешском так что все нормально тоже история говорит это аппарат продал пришел мужчинка такой полицейский пришел забрал меня там же проходная вот это я не выдали карточку такую пропуск такой а зашла он конечно ну поговорил со мной записал мои все показания короче в общем в общем в общем в общем от сканировал ночью скопировал все email и которые были как бы мне присланы всю нашу переписку чего все начиналось какого объявления но общем все 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 подробно он записал говорю вот какие в чем я видел и его спросила как бы чего надо больше всего опасаться он говорит очень хорошо что ты не купила этой биткоины пока потому что таким образом они получают доступ как я говорю у меня там на карте ничего нет он говорит ничего страшного что нет он говорит они получают они дело в том что а ты там купишь эти биткоины они получают все всю информацию о тебе и твоей карте и они видят твои движения все понимаете и потом они говорят берут кредит вот у нас говорит семейная пара попала так на них пенсионеры притом на них взяли кредит на 800 тысяч если понимать вот в долларах это 30 тысяч долларов понимаете и он говорит и им все таки придется это платить вы представляете это капец короче что творится жалко таких пенсионеров и а я же говорю а как себя обезопасить на это в принципе и знала ну думаю на всякий случай спрошу он говорит первое ни в коем случае не скачивать никакие приложения если вам присылают вот скачайте там вам удобнее будет нам будет удобнее общаться тра-та-та-тра-ля-ля то есть это самая первая вещь это скачивать перейти по ссылке скачать приложение девчонки ни в коем случае он говорит потом они им открыли развязанные руки и они могут все они получают доступ от какое-то приложение которое просто они говорит вас видят через это приложение вот что еще обязательно хороший антивирус если это телефон если это компьютер говорит вас какой антивирус стоит я назвала этот нормальный должен как бы блокернуть их ну в общем говорит вам повезло действительно говорит вам повезло вот ну наверно во время мой ангел хранитель и интуиция моя меня остановили ну если честно сказать то это может быть и не интуиция это то что у меня на счету было последних пять тысяч меньше на четыре тысячи надо было купить биткоины думаю и что у меня останется причем и короче вот это меня затормозило и я пошла в банк вот я в принципе знала про эти приложения поруют youtube канала я смотрела эти все видео предостерегающие тоже перейти по ссылке я знала что сын посылкам нельзя переходить а тут я что-то и перешла ну слава богу я ушла пошла быстро в полицию в общем ничего не случилось потом не потому что ничего скачивать не пришлось там просто ссылка была именно на этот как бы автомат в котором покупается ну онлайн автомат где покупаются вот эти биткоины вот и и ничего в принципе не случилось вот вот что он мне объяснил говорит ни в коем случае это не надо было получать фотоаппарат посылать пока ты не получила деньги ни в коем случае вот ну да ладно я же говорю я уже смирилась с тем что фотоаппарат не фотоаппарат они денег у меня нет и спасибо что не худшим я как бы отделалась что только этим я говорю да ладно я понимаю что ничего а он что мне мне сказал что возможно нам придется потому что еще по срокам этот фотоаппарат еще идет есть адрес есть человек который этот фотоаппарат должен получить понимаете возможно он говорит и есть email есть айпи адрес да потому что он писал я говорю да он писал однозначно со своего компьютера домашнего и от банка и от себя то есть он говорит что мне сказал политицейский есть вероятность хорошая что мы вернем деньги он мне сказал ну то есть либо фотоаппарат либо денежный эквивалент ну в общем как говорю да знаете я уже смирилась с тем что я его потеряла этот фотоаппарат но говорю мне говорю знаете важнее то чтобы он был наказан он говорит это вряд ли он не будет наказан знаете вот это мне конечно так прибило к стульчику я уже не стала выяснять почему вот не стало очень обидно а обидно потому что а знаете вот я такой человек я всю жизнь не работаю для того чтобы у меня что-то было и осознание того что насколько сейчас последнее время их всегда было много таких людей но последнее время же говорю я уже наговорила там на 25 минут я не буду рассказывать в этом видео все как бы все нюансы хотя этих нюансов кстати вас опять же передаст и речь наверное и надо бы рассказать но это вы напишите в комментариях если потому что тоже у меня канал не не такой ну и поболтать нам тоже иногда хочется да у каждого есть своя история вот в общем напишите в комментариях я по вашей реакции пойму надо ли мне снять предложение продолжение как бы всего этого потому что мне это возмущает и я знаете это очень несправедливо когда человек работает а кто-то пытается вот как пиявка присосаться и поиметь с этого человека что-то это касается даже я же говорю сейчас вот таких вот супер-пупер предложение вот вторая часть марлезун ского балета вот этой истории это вот эти все продюсеры помощники которые тебе предлагают услуги направо налево и как хорошо этих я оставлю на место вот те девчонки которые вяжут возможно кстати да это информация вам будет полезно чтобы вы не вляпались тоже потому что тут я не вляпалась тут я вовремя как бы их вывожу на чистую воду и ставлю на место но вот это желание всех присосаться вот они же видят какое блогер да и вот получить что-то ухватить урвать у кого-то от кого-то понимает и при этом ничего не сделая я не знаю я не знаю где живет совесть какой части тела этих людей я вообще ничего не понимаю вот правда может и я какая-то я в тех розовых очках сюда да я бы не сказала я самостоятельная женщина россия еще живу и существую как-то сама себя обеспечивает значит не такая уж дура и не такая наивная в общем я я ничего не понимаю в этом мире я не понимаю куда он катится что творится и где совесть у людей в общем на этой наверное прекрасной ноте я закончу свой рассказ чтобы тоже вас не напрягать сейчас я в состоянии ожидания он говорит все все данные у меня все все сняли говорю как мне себя вести игнор говорит если будут писать то игнор ну в общем сейчас никто мне не пишет денег на счету естественно нет потому что они блокированы никаким банком не не были ну и возможно потом расскажу как это все закончилось если она как-то закон я думаю закончится потому что если они фиксируют заявление то они фиксируют заявление это все таки чехи поэтому девчонки вот такой вот у меня случилось запомните никогда в жизни бесплатный сыр только в мышеловке если вам что-то предлагается очень аккуратно очень аккуратно и притом вы не знаете откуда это может прийти это такая ситуация но она может быть обыграна по другому я же говорю я по за последнее время это таких ситуаций коллекция у меня это последнее просто что я повелась остальные были те что я их вовремя как бы разоблачала и не повелась но их было миллион и у всех разных разных сценарий девчонки до чего они только додумывается это какой-то трэш это просто трэш поэтому берегите свои счета свои входы пароли вот это все ничего подозрительного не скачивать только вот google play если вы пользуетесь приложением то официальные источники никаких левых ссылок все очень аккуратно следите и хороший не пожалеть денег на хороший антивирус да именно платный потому что бесплатные порой оказываются бесполезными вот и все девчонки вот такое вот у меня видео сегодня нестандартная выговорилась сейчас хотя бы смогу снимать потому что снимаю вот этот вот жилет это от кучинели уже как мне нравится то что получается вот посмотрите и я понимаю хотела снимать его как бы и узор и жилет и я понимаю что я не могу у меня корм ком горле стоит я не могу говорить как бы по сути и думаю да не мне надо наверное поговорить с девчонками об этом потому что действительно возможно вас кого-то хотя бы если это убережут одного человека предостережет то то значит это видео было не зря что-то я не так девчонки правят нет это у меня я не так провязала чего-то как получилось или так то нет так видите вот даже даже здесь вот сама коте потерялась но все девчонки давайте не буду вас задерживать ясно благодарю кто выслушал меня до конца вот такой вот у меня опыт вы меня если не сложно напишите в комментариях какой опыт был у вас может кому-то и правда будет интересно почитать ну не ж говорю я пока нахожусь в шоке от людей вот вот такой мой вывод все девчоночки на сегодня я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока пусть у вас ничего не случается и пусть будет мир он вот 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 Продолжение следует...